При первом знакомстве с Blender программа многим кажется непонятной и сложной. Хочется отложить или вовсе бросить обучение. Но если подойти к делу систематически, все не так уж страшно. С вами Animation School. Сегодня мы поговорим о том, как новичку освоить Blender. Нет, не этот Blender, а этот. Для удобства мы разделили материал на несколько частей. И это первое видео из серии расскажет об управлении программой. Но почему бы сразу не перейти к самому интересному — моделированию, ригу и анимации? Не торопитесь. Сначала познакомимся с управлением Blender, чтобы не запутаться в программе, включив ее в первый раз. Итак, Blender — программа для создания 3D и в меньшей степени 2D графики. У нее обширный функционал, а еще она бесплатна. Для возможностей Blender жмите на всплывашку. С чего начать, если вы впервые столкнулись с программой? Сначала установите актуальную версию 3.0 и выше. Скачать можно на официальном сайте blender.org. Установка стандартная, просто следуйте инструкции. Установили? Теперь нужно разобраться в интерфейсе и функционале программы. Давайте настроим Blender. Жмем Edit, режим редактирования. На верхней панели выбираем раздел Preferences. Активируем всплывающее окно Splash Screen. Оно отображает недавно открытые файлы. Снимаем галочку Python. Она нужна для разработчиков. Оставляем галочку Tool Tips. Теперь при наведении курсора на тот или иной элемент будут появляться подсказки. Теперь сделаем так, чтобы подсказки были на русском языке. Для этого в меню Language выбираем русский язык. Но интерфейс, название меню, разделов, инструментов и так далее лучше оставить на английском. Тогда у вас не возникнет путаницы в названиях при просмотре обучающих уроков. Поэтому в разделе Translation уберем галочки с пунктов Interface и New Data. Теперь остановимся на вкладке Keymap. Здесь выбираем Select All Tools. Для чего? Когда у нас активна данная функция, одной клавишей A мы можем выделять и снимать выделение со всех объектов. В этой же вкладке, нажав Gizmo, мы подключим манипулятор объектом. Он выглядит как сфера с осями и стрелками. Разные способы управления включаются и выключаются клавишей Tilda. В закладке System укажем видеокарту, которая у вас есть. Интегрированная, дискретная или обе. Это ускорит работу программы. Чуть правее находятся пункты CUDA, Optics и HIP. Это разные ядра, доступные на видеокартах NVIDIA GTX, NVIDIA RTX и AMD. Соответственно, для GTX лучше выбрать CUDA, для RTX – Optics и для AMD – HIP. Ниже, в пункте UNA Steps, ставим максимальное число шагов. На столько действий можно вернуться обратно, если вы хотите что-то отменить. Также активируем пункт Use Disk Cache. Теперь кэш будет храниться не в оперативной памяти, а на жестком диске. Если программа вылетит, кэш сохранится. Во вкладке Save and Load настраиваем таймер автосохранения, например, один раз в минуту. А также включим Auto Run Python Scripts для автоматического запуска скриптов. Включим Compression – это сжатие файла при сохранении. Оно поможет сэкономить нам место на диске. Настройка завершена. Не забудьте сохраниться. Для этого нажмите команду Save Preferences в левом нижнем углу. Теперь научимся ориентироваться в редакторе. Разберемся в навигации. Первое, что мы видим при открытии блендера – это экран, который называется Splash Screen. Он предлагает выбрать заранее установленные рабочие столы. Это называется Workspace или Layout. Итак, на Splash Screen и на панели вверху экрана вы увидите предустановленные рабочие столы. Они предназначены для моделирования, скульптинга, различного изменения формы объекта. Далее идет текстурирование, покраска различных поверхностей объектов, шейдинг, текстурирование с помощью комбинаций текстур и материалов, анимация и рендер. Чтобы убрать Splash Screen, просто нажимаем на экран рядом с ним. Этот экран называется Viewport. Теперь перед нами куб, встроенный в программу объект, с которым можно производить разные манипуляции. Рядом с кубом – камера, которая как бы снимает объект. Здесь же находится источник света. Его тоже можно двигать и настраивать. Блендер работает так, что часть команд и операций мы производим при помощи мышки. Часть – через клавиатуру и горячие клавиши. Мы рекомендуем записывать значения и комбинации горячих клавиш, чтобы быстрее их выучить. Можно распечатать памятку и повесить рядом с вашим рабочим местом. Итак, по умолчанию мы открываем рабочий стол под названием Layout. Здесь в специальном меню выбираем Move, Rotate, Scale. Мы включили манипуляторы, они называются Gizmo. Чтобы проверить их работу, можете подвигать куб по осям. Для этого вместо стрелочек используем клавиши G и X. Или перетаскиваем куб мышкой. Если мы утащили объект слишком далеко от центра координат, нажимаем Alt плюс G, и он вернется в изначальную точку. Клавиша R позволяет вращать объект, R плюс X – вращать по оси X. Всего осей 3 – X, Y и Z. Комбинация Alt плюс R дает возможность разворачивать объект, а кнопка S – регулировать масштаб. Левая кнопка мыши – выделение объекта. Правая включает контекстное меню. В этом меню, например, есть кнопка Дублировать. На клавиатуре это будет Shift плюс D. Причем дубль объекта можно сделать зависимым от первоначального объекта. В левом нижнем углу появляется надпись Duplicate Objects. Выбираем ее и нажимаем левой кнопкой мыши Linked. Теперь объекты связаны. Если зажать Shift и кликнуть правой кнопкой мыши, то установится 3D-курсор. На его место мы можем переместить или добавить объект, развернуть его вокруг этого 3D-курсора, что очень помогает при работе. Для управления 3D-курсором нажимается Shift S и выбираем, куда мы хотим переместить курсор или объект к нему. Чтобы повернуться вокруг объекта, зажимаем среднюю кнопку мыши и двигаем мышкой. Чтобы переместиться по плоскости экрана, зажимаем Shift и среднюю клавишу мышки. Комбинация Shift-тильда включает режим полета. Вы можете увидеть объект сверху. Перемещаться здесь можно при помощи клавиш W, S, A, D, Q и E. Как в любой компьютерной игре, Shift ускоряет полет, Alt замедляет. Еще одна важная кнопка — 0 на нампаде. Она включает вид из камеры. На этом основная навигация во вьюпорте закончена. Но есть еще панели, которые мы не изучили. Например, панель Tools. Включается она нажатием кнопки T. Здесь есть различные инструменты выделения, перемещения и так далее. Например, кисточка, которую можно рисовать прямо на основном экране. Ее можно выбрать в меню или просто зажав клавишу D. Это может понадобиться для заметок, набросков и так далее. А стираются линии кисти зажатыми клавишами D и правой кнопкой мыши. На цифровой клавиатуре нам потребуются кнопки 1, 3, 5, 7, 9. Они включают обзор объектов спереди, сбоку, в ортогональной или перспективной проекции. Ортогональная проекция — это изображение объекта без искажений перспективы, как на уроках черчения. Перспективная, наоборот, учитывает искажения. Чтобы посмотреть на объект сзади, нажимаем Ctrl 1. Чтобы увидеть его сбоку, справа — 3. А сбоку слева — Ctrl 3. Еще один момент. Если во время работы у нас открыто несколько экранов, а вам нужно вернуться к виду во весь экран, жмем Ctrl плюс пробел. Пришло время познакомиться с инструментами программы. Возьмем встроенный объект, он называется Mesh, и поэкспериментируем с ним. Добавить объект Shift плюс A. Удалить — X. Выбираем любой Mesh. Здесь есть шар, куб, пирамида и другие геометрические фигуры. А еще обезьянка Сюзанна — маскот блендера. При добавлении объекта выскакивает контекстное меню, где можно настроить Mesh, например, задать ему нужный размер. Попробуйте поэкспериментировать с настройкой. Также учитывайте, что в блендер существуют разные режимы отображения вьюпорта. Solid — стандартное отображение. Объект выглядит как серая масса. Рядом с ним — режим прозрачности и режим отображения сетки. Сетка может понадобиться, например, если при моделировании симметричного объекта вы сделали одну половину и хотите ее отзеркалить. Еще есть режим предпросмотра материалов. Он показывает, какие материалы у вас в сцене. И режим предпросмотра рендера, который учитывает уже почти все, что есть в вашей сцене. Справа находится окно Outliner — коллекция. Здесь вы можете структурировать объекты, которые есть в сцене, и выстроить иерархию. Как это работает? Например, у нас есть разные объекты — одежда, персонаж, источники света и камеры. Чтобы не путаться в них, в меню справа им нужно прописать названия и растрортировать по коллекциям. Потом, при создании более серьезных работ, вы можете создавать целые коллекции с персонажами, с названиями, локацией и так далее. Двигаемся дальше. В правом нижнем углу — рабочая область конкретного инструмента, который мы выбираем во вкладке Tools. Ниже Outliner находится меню настройки проекта и каждого инструмента. Заходим в Layout текстурирования и сразу видим много настроек кисточки. Ниже — настройки рендера и движка, через которые мы работаем. В Blender их два. Один попроще, но быстрый, а второй более продвинутый. Ниже находится настройка вывода файлов и одна из настроек камеры. Мы можем регулировать, какого размера кадр, соотношение его сторон и так далее. Здесь мы можем выбрать, куда и какие файлы будут сохраняться при рендере. Еще ниже — раздел настройки мира. Что это такое? Посмотрите на экран. Сейчас у нас позади объекта просто серый фон. Но мы можем изменить его, сделать другой цвет, отредактировать яркость, настроить тени. А в разделе «Модификаторы» можно, например, создать множество копий объекта или обернуть один объект вокруг другого. Двигаемся дальше. Важная часть навигации в Blender — режимы. В каждом из них доступны инструменты для определенных задач. В левом верхнем углу на экране у нас есть окно Object Mode — объектный режим. Здесь мы добавляем объекты, располагаем их в пространстве, задаем размер. Через клавишу Tab переходим в режим редактирования — Edit Mode. Тут уже можно более детально изменять форму объекта. Через Ctrl Tab можно выбрать другие режимы, например, Sculpt Mode — режим для скульптинга, где мы из грубой болванки вылепляем скульптуру. Почти каждое меню в Blender меняет свое содержимое при смене типа объекта или режима работы. Мы не рассмотрели еще ряд окон — констрейны, физика, настройки сетки и так далее. Но на этапе первого знакомства с программой это не понадобится. В следующем видео мы поэкспериментируем с текстурами, рендером и другими возможностями программы, а еще научимся моделировать более сложные объекты. А на сегодня все. С вами была команда Animation Skull. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Делитесь в комментариях своим опытом освоения Blender. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.